Ну просто очень страшно выглядит. Почему страшно? Я не знаю, что это такое, но это очень страшно. Друзья, это не доигранная камера включена. А вот у СИШКО здесь ходит. Андрей. Придупреждать надо. Это, я, знаете, задумала, баклажаны приготовить. А вот, что он говорит? Это что-то очень страшное. Но они тёмные просто. Я их уже вот здесь вот почистила, видите? Ну, сейчас скажу. Так, взяла баклажаны, помыла, положила на противень. И поставила в духовку их запекаться на 200 градусов. Ну, где-то они у меня полчаса стояли. Вот, получились вот такие баклажаны. Они у меня разных размеров. Здесь и маленькие, и большие. Ну, как бы по рецепту я видела на Ютубе. Там длинный баклажан. Уж не знаю, какой породы. Но у меня вот такие вот. Какие я купила. И вот у меня сваху маленькие давала, вот небольшие. Ну вот, потом я их достала, положила в кастрюлю, накрыла крышкой и дала им практически остыть. Чтобы снималась с них хорошо кожура. Вот, сами они, видите, оставила вот эту штучку здесь. Вот эту вот штучку я оставила. И теперь очищаю. Видите, они очищаются очень хорошо. Вот. И сейчас решила вот с них сделать рецепт. Ну и покажу вам. Вот. Ну, я баклажаны люблю. Андрей их вообще не любит. Вот. Ну, сегодня дети придут. Ну, я думаю, что просто Андрей вот этот рецепт, может быть, он его и поест. Никуда не денется. Я думаю, что ему понравится. Потому что они будут запекаться еще в яйце. Вот. Жарится. Я уже один баклажанчик, знаете, вот его сделала вот так. Вот попробовать. Вот так. Билочкой размяла. Ну, я вам сейчас покажу, девчонки. Если кто-то не видел. Я сама не очень давно этот рецепт увидела на ютубе. Думаю, о, надо такой еще рецепт приготовить. Видите, как очищается. Вот. Легко. И быстро. Пушок у нас здесь кружится, кружится. Мы ему второй день не даем корма. Правда, я сегодня ему капельку дала. Знаете, смешала с обычным мясом, со свининкой. Думаю, ну, может быть, он поест. Он слезал там, где было чуть-чуть, и не стал есть. Как же они быстро привыкают к этому корму. Вот ходит, трется, трется от меня. Трется, трется. Просит еды. Ну, не знаю. Насколько меня хватит. Не дать ему чушок, я думаю. Вот. Сейчас хочу приготовить. Надо к родителям еще сегодня съездить. Надо арбузы купить. Сейчас с арбузами поедем. Хоть бы арбузы были, но не знаю. Дети приедут. Марина арбуз хочет. Я говорю, ну, не покупай арбузы. Она говорит, арбуз надо купить. Я говорю, не покупайте, придете завтра к нам арбуз. Приедете. Ну, сейчас хочу приготовить. Думаю, как раз. Дети поедят. Вот. Страшненькой ей, страшненькой. Чего? Ну, уж иди одевайся, да заходи. Чего ты? Не стесняйся. Мы сегодня с утра проснулись. А, Андрей за молочкой сегодня ездил. Я не поехала. Ездил за молочкой. Купил. Приехал. Мы пошли в огород. Там повозились немного. Ну, ничего не снимала. Повозились. Наверное, часа два. Пришли. Ну, и все. Я поставила вот. Баклажаны. Стирку одну постирала. Помыли с душа. Все сняла с себя. Чушь. Ну, там, знаете, жарко. На солнце, конечно, все равно жарко. Но. Тенечки немножко прохладно уже. Не настолько бешеная жара сегодня. На солнце, конечно, все равно будет жарко. Фух. Вот так. Сегодня я даже с утра кондиционера не включала дома. Ну, это пока я еще не вожусь. Вчера банки крутили. Света нажгли в этом месяце. Каралол. Ну, что теперь? Вот так вздыхать в жаре в такой я не могу, конечно. Поэтому приходится. И воды много сожгли. У нас же бойлер. И воды много. Света, считай, и бойлер от электричества. Вот. Ну, выгоднее бойлер, конечно. Мы когда поставили, мы считаем... Может, для кого-то он не выгоден, для нас. Мы пользуемся. Для нас выгодно, да. Мы за газ вообще копейки платим. Ну, зато вот у нас свет уходит. Потому что, считай, бойлер и сейчас кондиционер. Ну, наверное, в этой месяце рублей на 600 больше за свет получилось. Ну, зато не мучатся в жаре. Особенно, как мне. Я вообще не могу жару переносить. А, заказали с доставкой кабачки. 30 рублей килограмм. Месяц раз заказала. Не знаю, где-то она или в Одноклассниках-то доставки. Группа какая-то она уже заказывала. А, она у меня молодец. Она там рыбу заказывает, по-моему. А, ну, мне заказывала тоже там рыбу. Ну, заказала 10 килограмм. Ну, не знаю. У меня впереди выходной там только один, а два дня я работаю. Сегодня не хочется сидеть. Придут не хочется возиться с кабачковой икрой. Ну, им ничего не будет. Я их положу, кабачки. Вот. Подождут. Буду выходная, буду делать. Хочется, хочется. Сестра тоже сделала. Зять очень понравилась эта икра, говорит. Которую они до этого делали совсем не такая. Мы даже делать кабачковую не будем. А это вот как натуральная кабачковая икра. Так что, девчонки, там просили рецепт. Я, конечно, обязательно вам покажу, девочки. Когда буду готовить, вместе с вами будем делать эту икру. Ой, господи. На комментарии вообще даже отвечать некогда было. Вчера, говорю, возилась пока с помидорами. Потом в огород пошли вечером уже. Пришли, намылись. Я прям никакая легла. А надо же что, еще и смонтировать видео. То, что ты снял на утро, чтобы было видео в обед. Вместо работы, так тем более. Еще если выходная, можно еще как-то вот так. Сразу. Монтирую я сама видео. Раньше Андрей монтирую. Но я люблю сама монтировать видео. Ну вот, вроде ничего не хотела сказать. Так, девочки, я пока отключусь. А попозже я вам сейчас дочищу. Помою руки. И вам покажу, как я буду. Делала я все баклажаны. Налила в сковороду растительное масло. Соль, чеснок. Сейчас размешаю. И будем мы здесь вот, значит, ну, как клярк для баклажан. Ну и все. Масло хорошо, чтобы раскалилось у нас. И берем вот так вот, девочки. Баклажан берем и вот так его разминаем. Так. Ну, здесь можно сильно прямо у края не разминать. Все, вот так получается. Так. Ну и сейчас будем окунать в яйцо. И обжаривать на сковороде. Мякоть немного рассыпалась. Ничего страшного. Газ убавляем. Что-то вот некоторые, может, надо было подольше. Знаете, что-то как-то жестковато вот некоторые из края. Я их сюда уберу. А потом доделаю что-нибудь с ними. Я думала, что мне понравится. То, что я такое, я вообще люблю баклажан. Так. Вот так. Ой-ой-ой, девочки, смотрите, что я надела. Пожарила вот по штуке. Отрезала, попробовала. Очень вкусно. И знаете, что, сразу, вот размяла я, сразу солю с обоих сторон, потому что соли здесь мало, девочки, в яйцах. Вот. У некоторых баклажанов, знаете, вот эти вот жопки какие-то жестковатые. Вот у этого прям все размялось. Некоторые прям вот отрезала. И, знаете, вот сейчас оставила вот так вот. Сделаю сейчас помидоры и добавлю туда. Ну, что-нибудь добавлю, только, знаете, как, типа, икрытия. А знаете, как хорошо, что вот эти остаются верхушки, потому что снимать очень удобно. Раз. И все. Вот так. Раз. И все. Так. И огонь делайте посильнее, потому что на медленном огне он будет вариться. Так что, ну, вкусненько. Главное, посолить хорошо, чтобы был соленый. Вот. И все, вот так вот жарим. Вот такие вот флакки получаются. О, еще только не придумали, да? Мне кажется, их быстрее жарят, чем вот мы делаем кольцами там или что-то, обрезаем. Это быстрее прям жарится. И вкусно. Все, пережарила я баклажаны. Правда, они не ахти какие-то красивые, получаются страшноватенькие даже. Ну, вкусные. Ну, вот эти вот у меня такие бабки смешные. Ну, зато вкусные. И, знаете, не надо выпендриваться, переворачивать очень легко. Не расползается по сковороде. Ну, и получается вот такой баклажанчик. Вот, вкусненький. Сейчас, видите, поставила помидору. Сейчас я маслице добавлю. Потомите помидорку. Сейчас она у меня потушится. И я буду сюда добавлять эти баклажаны. Остатки не выбрать все это же добро. Потом, ну, сейчас добавлю паприку, все туда, знаете. Но сделаю себе как и было. Можно было фарша добавить, но надо размораживать, и мне не охота. Я люблю вообще баклажан уже. Я с мясом люблю. Мяса нет. Готово. Уже съели. Знаете, я что-то отпилась. Пью, 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 пью. Не знаю, что я. Ну, наверное, вот баклажан попробую. У меня чеснок, кстати, надо чеснока покупать. Люблю я сухой чеснок. Не выпендривается ничего. И со свежего мне почему-то не очень хорошо. А вот именно сухой нормально все чувствую себя. Прекрасно. Вот, можно, девочки, и паприку добавить, я думаю, копченую. Немножко, немного. Паприку я вообще на разнорез купила. Я не помню, сколько грамм, а в бакете. А, это мы ездили в Англию в прошлый раз. И у меня до сих пор, у меня еще есть паприка. Ой, вкусно пахнет. Со сливочным маслом я вообще люблю вот помидоры и яйца сюда еще разбить. Вкуснятина получается. Вообще, обалдеть. Так, сумочки. Ой, я же солила помидоры. Вчера еще ведро небольшое. В такое ведро помидор набрали. Еще у нас стоит, получим. Надо набирать на баклажановую кровь. Вот, смотрите. Ассорти. Как я его люблю. Ассорти вот это вот. Ой, сами огурчики. Черри. Вот, свах отдавала. Говорит, тоже очень вкусно. Я насолила в прошлом году. Я черри не раз не солила. Резные помидоры, кто не ест, не ел. Девчонки, попробуйте порежется пополам помидору. Очень вкусно. Но опять на любителей. У меня сестра вот не любит, а я очень люблю. Мама любит у нас. Вот. Два раза я обдаю водой. Тут спрашиваю. Кипятком я раз обдаю. И потом сливаю их дважды. Вот. Второй раз уже заливаю все с сахаром. Соль. Кто-то говорит, один раз заливают кипятком. Просто заливают раз этим сиропом. И все. Нет, я делаю дважды. Не знаю, почему-то я делаю. Привыкла. Мне мама так делает. И я сама привыкла так два раза делать. Ну, я не стерилизую банки. Раньше стерилизовала. Вот, стерилизованные банки. Все туда накладываешь. Мама говорит, не, я стерилизую. По-моему, меня Катя не стерилизует. Я говорю, пускай так будет. Ну, все. Сейчас можно добавить сюда баклажайчики. Ну, почему тут жопки? Жестковатенькие немножко. Ну, наверное, знаете, какой-то пропекся лучше. Какой-то, может быть, не пропекся совсем. Поэтому жопка жестковатая получилась. Можно морковки добавить. Не хочу ни морковки, ни лука, ничего не хочу. Сейчас укроп с петрушкой только добавлю и все. У меня же котлеты есть. Можно привкусить у котлеты. Вот как раз. Вот здесь у меня одна петрушка. Хватит петрушки. Ой, девчонки, вот и лето заканчивается, да? Как мы его ждали. А уже аромат. Идет к концу. Вот сколько котлет еще не переложила. Сколько мы налетим. Какая красота у нас в запасе есть, да? И вот я еще, знаете, что хорошо? Куры. Куры возьмешь, все это по частям разделаешь. Красота. Крылышки отдельно, ляжки отдельно, бедра отдельно. Все, готов. Я бедра вообще готовлю. Знаете, я уже, наверное, показывала. Я их вырезаю, косточку с бедра. И прям вот делаю так вот. Потом обжариваю. Просто чисто мясо. Очень вкусно. Мне нравится. И вообще с бедер я люблю, знаете, фарш сделать. Такой вкусный фарш получается с бедрушка. Жирненькая бедрушка, не постная, как грудка. Получается так вкусно. Здесь у меня еще яйцо осталось, где я макала их, обмакивала эти баклажаны. Я сейчас еще в конце добавлю сюда яйцо это. Ничего не выбрасываем. Все, 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 все только вот готовим и едим. Я добавила яйцо сюда. И вот получилась у меня вот такая вот теория. Но вкусная. Так что сейчас попробуем баклажанчик. И я вам точно скажу. Потому что я прям чуть-чуть пробовала. Сейчас попробую, девочки. Андрей дегустировать пока не хочет. Я сейчас попробую. Режутся они прекрасно. Смотрите. Вообще отлично. Вот видите. И можно так спокойно нормально покушать. Очень вкусно. Смело могу рекомендовать, девочки. Очень вкусно. Думала свет не горит у меня здесь. Вкусно. Кто любит баклажаны, готовьте. Обалдеть. Ну давайте тюрю попробуем, что ли. Она правда горячая. Видите, жопка. Надо попробовать ее. Вкусно. Вот так вот. Можно доесть. Вкусно. Вкусно. Так. Ну, конечно. Что здесь? Яйцо, помидоры, сливочное масло. Баклажаны. Очень вкусно. Да, сожженным бы хлебом. Прям на хлебушек, котлетки. Очень вкусно. В общем, безотходное производство. Все съели. Но Андрей такой не ест. Вот эти, я думаю, баклажаны ему понравятся. Я так думаю. Все, девочки. Ой, жарко не могу. На этом видео буду заканчивать. Спасибо, что провели этот день со мной. Спасибо, что смотрите. Спасибо, кто пишет комментарии. Ну и все. А вам мира, любви. Удачи во всем. Всем пока-пока. Так что готовьте. Вашим, думаю, понравится.